Я сейчас его рядом засвочу с Фэнти, я не скажу, что это один в один Фэнти. Я сегодня вообще, походу, все свочу. О, очень красивый. Ну, пришел бандитник, да? Бандит. Здравствуйте. Все детали моего макияжа будут в описании. Наконец-то я продолжаю делать видосы про свою коллекцию. Коллекцию. Небольшую? Ладно, большую на самом деле. Сегодня я вам покажу свои хайлайтеры. Ребят, у меня такой вопрос, надо ли вам показывать свои пудры. Здравствуй, Бублик, да. Показывать свои пудры, бронзеры и прочее. Ну, все, начинается. Я же говорила, стоит выставить декор. Придет устраивать проблемы мне. Ладно, надеюсь, он вам не мешает. Да, я покажу все свои хайлайтеры. Я не считала, сколько их у меня, потому что мне стремно. Как это я вас? Отражатели хейтеров я люблю, потому что если не отражать хейтеров, то как иначе жить? Их надо отражать. Я особо не распределяла, да, что тут у меня есть, но начну с палеток, которые у меня лежат вот сверху. Мне его надо снять, ребята, то он сожрет эти розы. Смотрите, какой большой. О, спал, ведь все было хорошо. Хайлайтеров у меня много. Давайте я к концу видео посчитаю, сколько. Я не скажу, что в основном у меня люкс. Я считаю, что у меня 50, так, половинка на серединку. А сколько у меня хайлайтеров, я предположу 62. Вот такая цифра. Очень интересная. Too Faced я достала Born This Way. Это уже вроде не купить. У меня оттенок 2. Тут не только хайлайтеры, но и сияющая пудра. А свотч делать мы будем? Или не будем? Немножко свотч. Я особо свотчить сегодня ничего не планирую, но покажу. Блин, это не купить смысл свотчить? Сияющая пудра тут хорошая. Хайлайтер, мне кажется, ни о чем, но я иногда пользуюсь. Почему ни о чем? Он не стойкий. Не советовала бы, на самом деле. Моя самая любимая палетка. Это Pet Magrat. Кстати, у меня помада сегодня очень похожа на Pet Magrat Vendetta, мне кажется. Такая тут вечерушка. Очень классная, но у меня замылился центральный. И у меня также замылился вот этот розовый. Я не скажу, что супер сильно, да, они подпортились. Но их тяжело наносить, и они работают только с козой. Это купить все еще можно. И да, конечно, я бы вам эту штуку советовала. Особенно розовый хайлайтер тут, ну, очень красивый. Однако я пользуюсь редко, потому что... Наверное, потому что мне жалко. Не знаю. Хотя раньше я всегда ее брала с собой в свои замечательные поездки. Я без нее вообще никуда не выезжала. А сейчас я беру в основном Bobby Brown и Dior, ну, или то, чем я пользуюсь крайне редко, чтобы хоть как-то использовать эти вещи. Далее Hourglass. Замечательная палетка. Это вроде бы была лимитка. У меня оттенок Universe, которая светлее. Их вышло две вроде бы. Проблема в том, что мне ее каждый раз очень сложно открывать. Здесь один хайлайтер, вот этот. И, ну, для меня это слишком светлая вечеринка. Ну, она не отражает никого. То есть сравните, да, Пэт Маграт и вот это Hourglass. Оно придает такой просто красивый лоск. А мне нужно отражение. Этого макияжа уже 4 часа. Да, поэтому, наверное, хайлайтер не так сильно всех отражает. Но мы что-нибудь нанесем, ребята. Еще не вечер. Самая свежая моя обновочка – это вот эти хайлайтеры от Glam Shop. Я купила их еще в январе. Но дошли они до меня только недавно. Такие тут 6 хайлайтеров. Давайте я все засвочу. Единственный минус – нет зеркала, но Glam Shop – это вообще замечательный инди-бренд. Про него не скажу, что мало известно, но и не скажу, что достаточно много. Мне бы хотелось, чтобы больше людей знали про Glam Shop. Также минус то, что непонятно, они все белые, да, в палетке. А на сводчах посмотрите, какая яркость. И каждый раз, когда я пытаюсь выбрать хайлайтер, мне тяжело понять, а где какой. Это сейчас под софтбоксами, да, я вижу, где какой. Но вот вы на камере, например, видите все белым. Я не пользуюсь только этим золотым. А так все остальные я носила чем-то, знаете, вот напоминает Jeffree Star. Я имею в виду финишем, но не формулой. И в раздешевле, чем Jeffree. Вот такая тут вечерушка. Мне вот этот не нравится. Он какой-то лимонный. Я вообще лимонные хайлайтеры не люблю. И не люблю белые. А какой ваш любимый цвет хайлайтера? Кстати, иногда вот то, что Hourglass я тут засвочила. Иногда такое надо, знаете, для такого Hollywood look. I'm flawless, bitch. Далее хватаю. По палеткам это все, но... Блин, нет, не все. Мне хотелось сказать, что по палеткам это все, но я вас обманула. Вот что я нашла. Этим я почти не пользуюсь. Он усыпется, летит. Но мне нравится иметь это у себя в коллекции. Также я вот этот розовый не понимаю. Но он на мне загореленькой смотрится неплохо. Видите, что я говорю по финишу, вот по отражению. Примерно то же самое, что Glam Shop. Но очень красивые хайлайтеры. Однако мне не нравится то, что самый темный, вот этот, он летит. Он такой красивый, но такой, блин, летучий. Поэтому не пользуюсь. Очень жаль. Следующая палетка, это мне вроде бы отправляли Makeup Revolution. Я ее не могла сама купить. А может быть и сама купила. Но не, ребят, но вряд ли. Обзор был очень давно. Красивая палетка. Мне она очень нравится. Это Makeup Obsession. Да, но вот это, конечно, достаточно темная вечерушка. Я обожаю хайлайтеры. Мне... Да, да, это Makeup Obsession. Я хайлайтеры просто обожаю. Мне она очень нравится. Помню, много кто спрашивал, что по ней. Реально хорошая, достойная палетка из масс-маркета. Ну, конечно, блин, на контрасте с Glam Shop, да, там такое 3D-сияние. И, ну, Makeup Obsession смотрится как-то не очень. Что-то я всю свочу. Зачем? Зачем у меня такой вопрос? Ну, ладно. Далее идет то, что я вам недавно показывала. Это что? Это Estee Lauder. У меня оттенок 03. Brown Scaris. Я брала в аэропорту. И там был только 03. Мне потом 02 нашли. Я говорю, да ладно, уже хер с вами. Давайте 03. И я пойду... Пойду. Полечу, точнее, куда я летела. Очень красивая вещь. Плотный, отражающий всех на раз. И у него замечательный аромат. Я не знаю, можно ли все еще его купить. По-моему, это была лимитка. То, что купить нельзя, свочить даже не буду. Dior. Сколько у нас уже? Давайте палетки считать, наверное, мы не будем, да, в хайлайтеры. Dior 02. Запаски я считать тоже не буду. Не могу, ребята, я для вас его не засвочить. Это мой самый любимый хайлайтер. Я его ни на что не применяю. Мне ничего не надо, кроме Dior. Очень красиво. Ну, у каждого свой вкус, как бы. Сразу же тогда избавимся. И вот от этих Dior это уже 0,6. Я его купила по вашим советам. Зачем я свочу? 0,6. Он такой немножко голографический, да, и напоминает вот что-то от Glam Shop. Только там есть такие яркие частички. А здесь нет. Здесь тупо сияние перелив. Я, кстати, тогда купила последний. И 01. Мне он не очень нравится, потому что он золотой. Хотя я люблю золотые хайлайтеры. Но что-то вот у нас с ним не пошло. Хотя тут так поюзано достаточно много. На контрасте с Echel and Dime. Давайте засвочим тут его сверху. А, понятно, почему он мне не нравится. Хотя нет, должен нравиться. Не знаю. Очень хорошая была формула. Похожа была на что? По люксу тогда пройдемся. Один в один состав с Make Up For Ever только отличался какой-то один инди-гредиент. Make Up For Ever у меня в 0,2 оттенке. Тоже я покупала тогда. Был последний. Блин, я очень хочу его с Dior рядом засвочить. Но, наверное, будет не видно. Действительно, и оттенок похож, и формулы буквально идентичные. Отражают они одинаково. Ах, какая красота. Поглядите, какие они красивые сияшки. Это я, в свою очередь, вообще не хочу. Это два отвратительных хайлайтера. Как раз их перевыпустили. У меня оттенок есть 01. Это который Nude Glow. И 02 Pink Glow. Я их ненавижу. Далее хотелось бы схватить то, что я привнесла из повседневного стола. Это Melt. У меня была запаска, но я ее вроде бы кому-то подарила. Это оттенок самый популярный. Stargazer Melt Highlighter. Я его то люблю, то ненавижу. Не знаю. Как-то что-то есть, а чего-то вроде и нет. По-моему, он не очень стойкий. Но столько хайлайтеров тоже не упомнить. Это была пиар-рассылка от Be Perfect. Замечательный хайлайтер. У меня оттенок 32 Fahrenheit. 32 Fahrenheit вообще-то. По пользам он так знатный. Я сама выбрала себе этот оттенок. Не знаю, почему я выбрала именно его. Наверное, других в наличии уже не было. Блогеры все разобрали. Он темный и немного желтит. Но я им пользуюсь, однако, крайне редко. Потому что плотный слишком. Я думаю, вы заметили, что я плотный хайлайтер. Особо они у меня не в подсчете. Да, в основном такие идут полупрозрачные. А здесь подложка прям супер ярко выраженная. А так как я с хайлайтерами люблю перебарщивать, Givenchy мне его подарили. Благодарю. Это оттенок 02. Я вообще косметоз от Givenchy не очень люблю. И в этот хайлайтер я не верила. Он тут так поюзанно знатно. Он очень красивый. И я его беру... Я его брала в этом году в свои замечательные путешествия. И да, он очень красиво смотрится. Кстати, он стойкий. Но у него тоже, видите, подложка плотная. Хоть и цвет отличается от Be Perfect, но видно, что он такой знатный. Я в некоторые дни люблю плотные хайлайтеры, а в некоторые мне надо быть понежнее немножко. Colorpop схватила. Не знаю, что он у меня лежит в повседневном столе, если я им... Ну, он затертый, но я им почти не пользуюсь, потому что он кремовый. Мне это не нравится. Потому что как-то... Хотя, ну какая красота. Я очень жирный свой сделала. Хайлайтер Colorpop брать можно смело. В принципе, они неплохие, особенно которые вот эти Super Shock. Я заметила, что те, которые... О, у меня оттенок Flexitarian, самый тоже популярный у Colorpop. Те, которые идут в таких больших штуках, там граммовка примерно такая же, как тут. Странно, да? И они будут похуже. Там формула другая. Мне не нравятся те хайлайтеры. А вот этот, он и нежный, и хороший. У меня был еще какой-то розовый. Я его отдала. Это я точно помню. Опять же, потому что формула не моя. Смываю эти свочи. Ничего себе тут нас свочила. Еще, кстати, есть проблема у Glam Shop, особенно в тенях. Если вы смываете, да, то потом все лицо... У меня вот сегодня как раз, кстати, Glam Shop эти блестяшки, то потом все лицо еще несколько дней будет в этом, в блестках. Пока что я считать хайлайтеры свои не буду. Мне страшно. Советовала бы, кстати, хайлайтеры от Givenchy оценить. Они нормальные. Мой любимый. Я им почти не пользуюсь, наверное, потому что вроде не лимитка, ребят. Я до сих пор видела его в Ревгуши продается. У меня это оттенок 100. 6 граммов в нем. Нормально. У меня с этой стороны мокро, поэтому я буду делать здесь. Очень красивый хайлайтер. Такой прям вот отражает. Он на Givenchy, кстати, чем-то похож. И он тоже стойкий, хороший, рабочего характера. Отражает знатно. Далее я тут хватаю Give Me Pitches от Beauty Bomb. Смешаю сразу же оба, потому что я его уже 100-500 раз показывала. Прекрасный хайлайтер. 16 граммов. Наверное, самая большая громовка, за исключением. У меня что-то еще было такое же огромное. О, давайте его сравним, кстати, с этим, с Makeup Say Heart Revolution. В нем 20 граммов. Да, побольше будет. Я его покупала сама. У него такой аромат персика, ярко выраженный. Но здесь оттенок другой. И если мне не изменяет память, другой финиш, ребята. Да. А нет, слушайте, в принципе, похож. Но вот этот, мне кажется, сияет побольше тот, что у Beauty Bomb. Набрала темную половинку персика. Свощерушка. Сияет примерно одинаково. Beauty Bomb отражает чуть-чуть побольше. Тут упаковка картонная. Я это дело не очень люблю. А у Beauty Bomb она пластмассовая. Так что им за это. Плюс в корзинку. Я сегодня буду вся в хайлайтерах. Давайте свочить поменьше. Говорить побольше. Перекор. Три хайлайтера от Джеффри. Чем отличаются? Тем, что вот эти были по 50 долларов, и они шли в эксклюзивной коробке. Потому что это Extreme Frost. А, это Supreme Frost. Этот хороший, эти летят. Лучше наносить пальцем. Забыла, что у меня самое новое пополнение. Это хайлайтер от Уданс Eye Lavender Dream. Его я обязательно засвочу. Мне его подарила. Даша. Лизажист. Спасибо большое. Я его увидела и говорю, блин, может мне тоже такой красивый хайлайтер. Хочу, хочу. О май гад. Он наносится кистью. Он вообще стойкий, прекрасный. То есть, в отличие... Блин, давайте я тогда Джеффри засвочу рядышком. Потому что оттенок очень похож. В отличие от Джеффри. У него тоже немного желейный. Но здесь даже на свочи, вот на пальце, видно, что как будто хлопья идут. И он такой более шершавый. Слушайте, оттенок отличается. Это такой синевой, да? Синий такой намек. Я очень сильно люблю такие яркие отражатели. Но что-то вот я ими не пользуюсь. Ну, представляете, сейчас тут у меня бы еще был фиолетовый отражатель с красной помадой. Может быть, вот этот похож. Это у меня... Эээ... Гэгми. Хлопушки, хлопушки. С вачеру. Не, отражает сильнее, чем, кстати, Уденс Ай. Ну, у него тут чистый пигмент вообще. Поэтому, да, такое отражение. Но что-то мне напоминает... Напоминает мне Glam Shop. Glam Shop в разы дешевле был. В два раза вроде. И там шесть хайлайтеров идет. Как хорошо, что я все это не подсчитываю. Это лимитка вроде бы. У меня оттенок Pink Glow. Беру с собой в поездки. Очень красиво. Я не могу это не свочить. Это просто превосходно. Oh, my God. И упаковка-то какая тут тряпичная. И как он элегантно выглядит. И вообще... Конечно, можно найти хороший хайлайтер в масс-маркете. Спору нет. Но вот эти упаковки люксовые. Это уже Burberry оттенок 01 должен быть. 03, извините. Pink Pearl. Я засвочила так слабенько его. Но похож чем-то, да, на Бобби Браун. Однако... Однако у Бобби отражающих... Блин, нет. Тут просто разные оттенки. Оба хайлайтера превосходные. Пользуюсь редко. Потому что на данный момент они мне очень светлые. Хотя... Dior, поглядите. А я немножко сегодня нанесла. Я не ожидала, что я видос снимать буду. Да, поэтому с таким макияжем своеобразным. Далее идут два красавца от Chanel. Это я вроде хватаю постоянную коллекцию. Ага. Ну... Ну... Лев, кстати, не люфтит. А вот это... Chanel. Проблема. Это вроде все, что я вижу по своим люксовым хайлайтерам. Наверное, да. А, у меня еще во втором... Йо. Ребята, извините. Я совсем забываю про свой второй ящик. У меня там тоже некоторые люксовые штуки лежат. О, боже мой. Что это я нашла? Рад. Картонная упаковка. Вы скажете, Марина, она тоже не ругалась на пудру от Catrice? О, нет, не сводчица. На пудру от Catrice, которая в картонной упаковке. Ну, потому что там она получше будет, чем то, что вот здесь. Ну, как мел. Как мел. Не только потому, что я светлая. Ладно, я могу его под... Это, темная точнее. Я могу его вот так под это подтереть. С чем платить такие деньги? У Бьюти Бомб вроде бы был такой хайлайтер. В старой очень коллекции. Вот что я говорила про Color Pop. Терпеть не могу эту вещь. 9 граммов, кстати, в ней. Терпеть не могу, потому что открывать сложно. Но, как видите, пользовалась. Причем активно. Не знаю, что вот мне... Этот Color Pop, как вам, ребята, если у вас есть, оно может выдать такой некрасивый, такой вот финиш странный, что как будто у меня намазан металл. Я попробую сейчас тут, конечно, пальцем что-нибудь нанести поверх своего Dior. Но вот этот вот финиш меня очень сильно смущает. Я вблизи вижу, что это очень некрасиво. Надо будет от него уже избавиться. Да, и мелкие блестки вот эти вот торчат. Конечно, для фото вот здесь вот так нос натереть и зафоткаться. Это вообще шикарно. Но носить вот это в жизни, вот эту подчеркнутую всю свою текстуру, я не собираюсь. Не-не-не-не-не, отвратительно. От этого мы избавимся. У нас тут заодно и декларер такой небольшой, да, под шумок. Декларер. Мейкап декларер. Я нашла еще один хайлайтер как раз из рассылки. Это уже оттенок атмосферы. Не знаю, что я показываю Be Perfect. Мало кто, наверное, захочет себе такой хайлайтер в коллекцию. Тем более, что это не очень известный бренд. Этим я не пользуюсь, потому что меня тоже смущает, что он меловой почти как рад. Давайте тоже избавимся. Что нам, да? Розовый монстр. Бля. Закончился. Ну-ка, двухдневный бёрн. Рабочего характера. Так, мы уже избавились от двух хайлайтеров. Как-то неожиданно и приятно. Милани. Нравится. Может тоже к концу дня выдавать проплешины. Ноут недооцененный бренд. Но вы мне сказали, что помаду у них перевыпустили. Хороший розовый хайлайтер. Не пылит. Не все пудры его любят. Может наноситься с пробелами. Vivienne Sabo. Терпеть почему-то тоже его ненавижу. Мне его подарили два года назад на Новый год. Только поэтому храню. Но на самом деле хочется избавиться от него. Потому что, блин, тоже немножко мел выдает. Я рисую. Избавляемся. Хоть это был подарок. Надеюсь, человек, который мне это дарил, меня поймет и простит. Это был подарок от вас, ребята. Это тоже Makeup Obsession. Только я не пойму, купить можно это или нет. Не пользуюсь, потому что мне его очень жалко. И открывать сложно. Такая, наверное, лимитная лимитка. Мне его отправляли из Чехии. Очень красивая вещь. Сверху сделаю сводж. Да, такой он. Он немножко лаванда такая серебристая. Очень красивый эффект. Берегу. Хайлайтеры. Самый лучший в масс-маркете. Ёб. Вот еще мне тоже что не нравится. Он выпадает. Самый лучший хайлайтер в масс-маркете, по моему скромному мнению, это Makeup Revolution и все их подбренды. Маленькая такая вот офра у меня есть. Не пользуюсь почти офрой. Makeup Obsession. Засвочу я его. Брала сама. Ах, меловой. Вот где собака-то у нас зарыта. Как рад. Один в один. Мел мелом. Хотя мне он изначально понравился. Но я сняла. Видите, у него верхний слой. Вот здесь. Это оттенок, кстати, Mega Moon. Верхний слой у меня снят. Мел. Даже второй слой сделаю. Пожалуйста. Избавляемся. Благо я его брала сама. Я вот ненавижу меловые хайлайтеры. Нам такое не надо. И отрат тогда сразу. Да, нахер нам такое надо. Вот это тоже вроде бы та же самая линейка. Только это Mega Lightning уже. Так и называется Mega Lightning. Тоже Makeup Obsession. Тут верхний слой пока не стерт. Но я вижу уже тенденцию к мелу. Хотя нет, смотрите, отражает. Нормальный белый хайлайтер. Вы тоже часто спрашиваете, какой белый хайлайтер посоветуешь. Но из масс-маркета, блин. Ребята, нет, он меловой. О май гад. Ладно, я пока оставлю его на всякий случай. Очень хороший хайлайтер у Beauty Bay. Этот я покупала сама. Тот, что мне отправляли на рекламу, я вроде бы передарила. Хороший. Чем-то, кстати, похож на Colourpop по формуле. Он тоже немножечко кремовый. Это оттенок Glaze. У них хайлайтеры дешевые рабочего характера. Именно дешевые. Конечно же, как без лимиток обойтись, я обязательно засвотчу. Брала сама. Не знаю, продавать или не продавать его. Но очень красивый. Тоже формула на Colourpop похожа. И тут такие отражающие штуки. Я сказала, что это Stellar Diamonds. Красиво, красиво. Может, нет. Хватит. У меня будет перебор с отражателем тогда. Мне он реально понравился. Упаковка, конечно. Ну, что хотела я. Это Stellar. У него подложечка есть небольшая, не ярко выраженная. Такой персик. И вот эти блестяшки могут смотреться странно. Потому что они слишком крупные. Ну, далее Wet n Wild. Думаю, он есть у всех. Нормальный хайлайтер. Но не надо, пожалуйста, сравнивать с Dior. Потому что, когда их сравнивать с Dior, я рыдаю. Лимиточка Becca Year of the Red Moonstone. Red Moonstone отличается от того, что у меня было в маленькой. Не знаю, где у меня, короче, маленький формат. Тут крыса из-за крысы храню мел-мелом. Я Becca вообще не люблю. Я рисую на асфальте. Жупа. Не спроста, наверное, выпускают меловые хайлайтеры. Потому что все-таки на них есть спрос. Сводка. Потому что не всем надо такое вот отражение, да, как мне. Поэтому я понять могу. Я вас не осуждаю, если вы любите такие хайлайтеры. У меня-то, кстати, ягненок появился. Такой маленький, хороший ягненок. Очень нравится. Очень красиво. Becca почему не продаю, не знаю. Хотя стоило бы. Уже тысячу я один раз показывала свои два хайлайтера от Makeup Revolution. Вроде бы один из них мне был отправлен. Один Make an Impact, второй Just My Type. Ну, давайте Just My Type за сводчу. Хотя уж сколько можно. Я его столько раз показывала. Немножко, мне кажется, миловой. Наверное, да, кажется здесь ключевое слово. За свои деньги прекрасная вещь. Лимиточка Revolution Pro и Marilyn Monroe. Я сейчас его рядом за сводчу с Fenty. Я не скажу, что это один в один Fenty. Давайте на темной стороне. У меня тут уже вроде подсохло. Так, Makeup Revolution Pro точнее. Я его даже подмажу немножко. У него ярко выраженная белая подложка, хотя на пальце ее не видно. Ребят, не могу Fenty найти. Нашла. Мне очень нравится косметоз от Rianne. Особенно помады. С вечером у Fenty вот прозрачная подложка, но вообще разные вещи. Если вот в остатке, да, Makeup Revolution чем-то, блять, Revolution Pro чем-то похож, то на лице, ну, это абсолютно разные штуки. Я художник, я так вижу. У Fenty вообще подложка абсолютно прозрачная. Что еще с Fenty сравнивали? Если наткнусь, покажу. Шик. Оттенок 02. Он и для глаз, и для лица. Я сегодня вообще, походу, все с очень... О, очень красивый. Надо его убрать. Be perfect, get wet. Желейная формула. Желейнее, чем Colourpop, но мне нравится больше. Потому что подложка... Подложечка, блин, есть небольшая. Вот он больше похож на Fenty, чем Revolution Pro. Люблю, пользуюсь, кстати. Единственное, что я не знала, как выбрать оттенок, потому что те, кому отправили пиар, они как-то странно показывали и не говорили, какие они оттенки показывают. И вообще было тяжело очень выбрать. Top Face Baked Choice. Вот его тоже засвучу. Оттенок 101. Top Face вообще хороший косметоз рабочего характера. Но я скрывать не буду и кривить лицом. Не пользуюсь я практически масс-маркетом. Ну, кроме того, что я вам вначале, да, показала в повседневной жизни. Конечно, я иногда ставлю какой-нибудь... Вот пупу, например, я сейчас поставила в повседневный стол. Надо, наверное, поставить Top Face, потому что он достаточно симпатичный и достойный хайлайтер. Отражатель хейтеров. Поэтому, да, сейчас я вот так его поменяю с пупой. Что у меня тут сбоку стоит? Два хайлайтера от Revolution Pro. Один я покупала сама, второй мне Make Revolution отправили. Прекрасный хайлайтер. Засвучу вот эту розу. Ой, он слишком желейный. Я про это забыла. Не желейный, а он... Блин, я много засвучила. Ребят, простите, пожалуйста. Он очень такой нежный. И, да, превосходные хайлайтеры. Вот один из них я клала в повседневный стол и пользовалась. Единственное, что могут почешнуть текстуру из-за своей вот такой формулы полукремовой. А так, люблю и уважаю. А вот второй, это уже белая роза. До этого была вроде бы золотая. Сейчас аккуратненько засвучу, а то я так прям не пожалела. Вот он мне был вроде отправлен. Вообще красивый хайлайтер. Если вы какой-то хотите купить, то вы точно не прогадаете, если возьмете от Make Revolution. Хотя знаю, что многие хайлайтеры не любят. Офра. Офра Glaze Donut. Белый хайлайтер. Я им не пользуюсь только по этой причине. Потому что белый хайлайтер у меня немного не в подсчете. Хотя красивый. Но он очень-очень яркий. Обнаружила еще одну палетку. Make Revolution отправляли. Это Collapse of X. Вот все вот эти коллаборационные палетки у Make Revolution, они очень между собой похожи. Вот это похоже на Симпсонов. Ну, то есть красиво. Конечно, кто бы спорил. Но одинаково немножко. Как-то... Я думала, что это все по палеткам. Но нет. Я обнаружила еще вот такую софикс. Тоже отправляли. Вот это я обязательно засвочу. Это Physicians Formula. Оттенок у меня Pearl. Красивый. Я брала на Wildberries. Ох, превосходный аромат. Очень-очень красивый. Белый, такой белорозовый хайлайтер. Вот текстура, кстати, как у Colourpop. Только оно более такое масляное и тает на лице. В отличие от Colourpop. И поэтому оно текстуру не подчеркивает. Очень красивая вещь. Тоже надо бы в повседневный стол положить. Поэтому, да, Colourpop мы убираем. Кладем. Physicians Formula. Терпеть ненавижу. Darling. На блазу он очень красивый. Просто, ребята, если я все буду свочить, мы тут с вами застрянем еще на 10 часов. О, шикарный. Чем-то на попу, кстати, похож. Что-то не люблю я вот этот хайлайтер от MAC. Я его тогда купила. И как-то я его не поняла. Неужели? Потому что он меловой. Нет? Вроде чуть-чуть милит. Чем-то, кстати, похож на этот на Makeup Revolution. Не моя формула. Я поэтому и не стала другие хайлайтеры MAC покупать. Kylie очень нравится. 0.20 оттенок. Новый. Потому что старый, я помню, я не оценила. Но это новая переделанная формула. Yves Saint Laurent. Оттенок 1. Пользуюсь редко. Формула красивая. Конечно, симпатичный. Но он такой вот чем-то... Даже почти не видно. Чем-то Hourglass напоминает тоже такой лоск. Красивый Голливуд. Я маленький, не отражающий никого жук. Для меня главное, чтобы хайлайтер был не меловой. И чтобы он отражал хейтеров. Потому что неспроста. Я их всех называю отражатели. Ребята, не вас. А хейтеров. И понятное дело, что мне каждый вот хайлайтер, если пользоваться им каждый день, но я не могу менять их так часто. Я все-таки люблю что-то одно. Нарс оттенок Capri. Чем-то похож на вот этот Saint Laurent. Вот так подпользовано знатно. Но мне он кажется немножко меловым. Так, тут у меня сыро, ребята. Поэтому сделаю сводч вот здесь. А, такой тоже Hourglass. Всем здравствуйте. Не Hourglass, что я говорю в Saint Laurent. А, не знаю, лимитка это была или нет. Но когда я пыталась купить второй раз, я ее не обнаружила. Я видела только другие оттенки. Изначально вообще захытила эту вещь. Но потом я ее поняла. Поэтому три сводча. Раз, два, три. Рабочего характера, но пользуюсь редко. Однако стойкий, но может полететь. Опять же, надо закреплять лицо, если у вас есть этот хайлайтер. Ребят, вы не поверите. Я думала, у нас есть еще что-то. Но это все. Палетки я считать не буду. Буду считать все хайлайтеры с теми, от которых я избавилась. Избавилась я от четырех. Уже 30. 53 хайлайтера. Я ошиблась на 9. Но если мы будем считать еще и палетки. 61. Ребят, 61 хайлайтер. Но если с палетками считать, я реально ошиблась на 1. Я не ожидала, что я так четко все посчитаю. Я, честно, не считала свои хайлайтеры. Учитывая, что я избавилась, наверное, в мае или в июне от парочки. Так что да, я вообще прям попала почти в цель. Еще раз хочу, да, напомнить, что я люблю хайлайтеры из масс-маркет. Даже из бюджета вот этот очень хороший. Если вы какой-то один себе подбираете, то обратите внимание на формулу. Потому что кто-то любит миловые хайлайтеры. Я это прекрасно понимаю. Но, например, вот Physicians Formula будете брать, да, он какой-то масляный немножко. Это не может, это может кому-то не понравиться. Я люблю что-то сухое, что-то очень отражающее. Джеффри, если вы хотели брать, что я могу по нему сказать? Ммм, смотря какой. Вот у меня был Джеффри классический, который что-то там фрост. Просто можно макбук не шуметь, а? Не шуми. Классические хайлайтеры Джеффри, мне кажется, меловыми на данный момент. Да, на 22-й год это уже устаревшая формула. Если вы хотели Extreme Frost, которые... Я так сказала. Если вы хотели Extreme Frost, которые вот по 50-м с лишним долларов, да, были, может, ровно 50, я не помню. Они красивые, но закрепляем лицо, пожалуйста, или же закрепляем, а потом сразу же пальцем наносим, чтобы не осыпалось. Потому что они летят. Если будете носить кистью, фух, ну, может, кому-то удавалось нанести без каких-то потерь, да, ну, без осыпаний вот этих трешовых. Но даже когда я наношу пальцем, у меня со временем сыпятся блестки, и я становлюсь блестящая елка. А я такое не очень люблю, когда мне макияж испорчен. По масс-маркету, вообще, в целом, хайлайтеры можно брать в масс-маркете, да, не обязательно брать Dior, Bobbi Brown и Chanel. Chanel вообще... Люблю я их хайлайтеры, но я бы больше склонилась, например, к Bobbi Brown, да, потому что там сияние покрасивее. Если хотите элегантность, то это уже и в Saint Laurent, да, даже Nars тот же самый. А отражение, на удивление, вот я когда купила свой первый люксовый хайлайтер, это был Dior 02. Наверное, из-за этого я его тоже очень сильно люблю, но как я попала, да, сразу купила хороший хайлайтер. Они отражают, я не думала, потому что вот и в Saint Laurent, да, не отражает, отражает Givenchy. У Gucci есть? Вроде нет, у Gucci отражателей хейтеров, да. Если вы хотите что-то такое интересненькое и трэшовое, то это уже Glam Shop, это уже, да, Джеффри, это что-то инди. Инди-момент такой должен быть. Я бы советовала вот, ну, конечно, тон стоит брать в люксе, хотя она мне сегодня Maybelline и нормально работает. Хайлайтер можно смело брать в масс-маркете и у Makeup Revolution, если хотите меловое, Makeup Obsession. Если хотите отражение, Revolution Pro и просто Makeup Revolution. Мне что-то нехорошо стало. У Colourpop все хайлайтеры, по-моему, такие немножко желейные, это не моя история. Мой самый любимый хайлайтер продолжает быть Dior, да. Мой самый любимый хайлайтер это все еще Dior, но его не купить. Поэтому я бы выбрала, как думаете, что, угадайте, не, не Makeup Revolution, все-таки я бы выбрала Пупу, ну, или Топфейс, хотя Топфейсом я не так часто пользовалась, как Пупой, поэтому сказать я не могу. Пупа даже со мной, если в отпуск ездила, это уже о чем-то говорит. В целом не особо отличаются люксовые хайлайтеры от масс-маркета, отличаются они только опытом, экспириенс, у вас берете эту упаковку, да, ну, вы меня знаете, ребята. Но я смело могу пользоваться и Пупой, и Топфейсом, поэтому, да. Если брать тройку лучших хайлайтеров из масс-маркета, то на первом месте, бля, Пупа будет, потому что у них очень хороший хайлайтер. На втором Топфейс, а на третьем почему-то Makeup Revolution у меня на третьем месте, хотя мне он очень нравится, который вот эти, хайлайтер, релодит, что-то такое. Топ люкса, это будет Бобби Браун, конечно, лимиточка вот эта. Давайте брать то, что купить можно, Живанши. И в некоторые дни Hourglass, хотя рука редко тянется в эти некоторые дни, поэтому я скажу, я шила, блядь, вроде тоже лимитка. Блин, неужели я не люблю люксовый хайлайтер? Да вы что? А, этот, Бербери, Бербери, вот этот хайлайтер тоже стоит вообще каждого вложенного в него рубля. Поэтому по люксу, да, такая у нас расстановочка. Я считаю себя мастером отражателей хейтеров и считаю, что коллекция у меня достойная, да. Она не огромная, но она и не маленькая, потому что какому адекватному человеку надо, сколько я сказала, 62, да, с палетками, без палеток 53 хайлайтера. Я думаю, никому. Я бы хотела сократить коллекцию в два раза, но из-за того, что я снимаю обзоры, я этого сделать не могу, но думаю, что я это сделаю в ближайшее время. Потому что, здрасте, минималисты, когда я не снимала, у меня было только 2 или 3. Все равно, да, очень любила хайлайтер. У меня был Dior, не поверите, NYX, меловой синий. Но я его потом выкинула, потому что он у меня раскрошился в поездке в ручной кладе. И у меня был еще какой-то, а в палетке Пупа, который для контуринга, я не показала, потому что она контурирующая. Ребята, что мы с вами еще посмотрим? Я думаю, объединить бронзеры и контура, потому что у меня не так уж и много, мне кажется, что не так уж и много. Когда начнем, блин, смотреть, там окажется, блин, штук 20. У меня всегда был один бронзер, там одна тушь, да, но, как видите, издержки профессии. Я рада своей коллекции, отражателей. Каждый день можно выбирать новый, но это для меня небольшой груз, на самом деле, груз, потому что оно лежит. Вот я этим не пользуюсь. Я не успеваю. Вот какая-то вечерина, ребята, как вам мой видос? Сколько у вас есть отражателей хейтеров и какой ваш самый любимый? Если вы имеете и люкс, и масс-маркет, то мне будет интересно, да, узнать, какой вы любите из люкса и из масс-маркета. Можете даже называть лимитки, потому что лимитки это наши, да, я люблю лимиточки. Шикарная, блядь, помада от Lancome. Я рада, что они успели дойти до, вообще, до Северодвинска. Они пришли, кстати, я покупала эту, ну, когда? Не летом ли? Да, успела, успела. А пришла вчера, уже половины оттенков не было, были какие-то розовые, знаете, а я такое не люблю. Очень похоже на Pet Magrat Vendetta. Я вот сегодня впервые вообще открыла, такая смотрю, о, помада же есть, дайте накрасимся. Очень похоже на Pet Magrat Vendetta, но не так сушит. Очень приятная формула, это новые матовые помады от Lancome. Ну, как новые? Я очень хочу новые помады от Dior, о, мой гад, они такие классные. Ладно, все, классные-классные, посвочим, да, но, как бы, по формуле мы не знаем. Это все-таки Dior, я их помады обхожу стороной. Ребята, я надеюсь, что вам понравилось мое видео, не надейло мое лицо, понравилось мое речь. Если так, вы всегда можете на меня подписаться, поставить свой лайк, оставить свой очень-очень приятный комментарий. Также, пожалуйста, не забывайте подписываться на мой телеграм, потому что там бывает весело, иногда грустно. Ну, нет, чаще весело все-таки. Всех люблю, всем пока. Субтитры сделал Dior